За праздники в Самарской области произошло 76 пожаров. ЧП случались и в многоквартирных домах, и в частном секторе. Главная причина всех происшествий – неосторожное обращение с электроприборами. Усиление профилактической работы пойдет на пользу, уверены специалисты. Необходимо почаще напоминать людям, что с огнем шутки плохи. Пошли по частному сектору, вплоть до того, что если где-то или шашлык делают около поленицы с дровами, или еще что-нибудь типа этого, то немедленно надо принимать какие-то меры. Да, большинство населения, подавляющее большинство населения, люди, которые откликаются на все слова, люди, которые откликаются на те просьбы, которые идут, и в общем-то принимают меры. Но, к сожалению, минимальный процент, но он есть тех, из-за которых страдают люди невинные. В преддверии новогодних праздников сотрудники надзорных органов и управления гражданской защиты провели встречи с руководством управляющих компаний и ТСЖ. Контроль ведется за всеми учреждениями. В случаях возгораний пожарные расчеты оперативно прибывают на место. Бдительность терять нельзя. Необходимо соблюдать меры предосторожности, в том числе устанавливать приборы пожарной сигнализации, автономные дымовые извещатели. Здесь можно порекомендовать именно жителям частных домов приобрести такой извещатель. Цена его не велика. Батарейка, который в нем стоит, достаточно для того, чтобы он работал в автономном режиме в течение двух лет. То есть в течение двух лет, в месте, где он установлен, он анализирует среду. И в случае, если произошло загорание, он по дыму анализирует ее на первой стадии пожара. Это самое основное, чтобы у нас именно спасти человеческую жизнь. За дни новогодних праздников оперативным городским службам удалось спасти десятки человеческих жизней. Мариана Мирная, Станислав Левин. События.